Этнокрым Чтобы стимулировать детей к изучению родного языка еще больше, нашей команде в голову пришла такая идея. В рубрике «Лица» о крымчанине, который открыл новое направление в медицине. Врожденную патологию, из патологии больные дети, все по его методике оперируются и по сей день. Мандолина, дудук, цитра. Каким народом принадлежат эти музыкальные инструменты? Мы встретим в чешском доме, мы встретим в эстонском доме, мы встретим в немецком доме. Цырани Карис. Команда неравнодушных к армянской истории и культуре. Когда горит два человека, это одно, а когда это пламя распространяется на остальных, вот это уже результат. Туристический маршрут по греческим достопримечательностям Крыма. Если вы любите греческую историю и культуру так же сильно, как и я, то этот сюжет для вас. Об истории, культуре, традициях и национальной кухни самого малочисленного народа Крыма теперь можно узнать, прочитав историко-этнографический очерк Игоря Очкинази «Крымчики». Книгу презентовал медиа-центр Исмаила Гаспринского 27 февраля в Симферополе. В этой книге можно найти исчерпывающие ответы на многие вопросы, которыми сегодня, скажем, это как тайна вокруг крымчаков. Откуда появились, как, почему, да, обряды, культура, одежда вся, как у крымских татар, а вероисповедание, да, у них относится, как у евреев. То есть, ну вот поэтому наша презентация сегодня, это значимо. И еще у нас за годы деятельности медиа-центра это сотая книга. Для крымчаков выход в свет такой книги особенно ценно. Ведь об истории этого загадочного народа в наши дни мало кому известно. К сожалению, на данном этапе мы столкнулись с тем, что о крымчаках и караимах очень мало знают. Даже наши крымчане очень часто ставят знак равенства между евреями и крымчаками и караимами, что считаю неверно. И, наверное, где-то несправедливо к этим двум народам, которые внесли весомый вклад в развитие нашего полуострова. Очень много памятников культурного наследия крымчаков и караимов. И, наверное, очень важно говорить о том, что крымчаки и караимы – это два народа, без которых культура и, наверное, история полуострова немыслима. Это для нас очень большое имеет значение, так как в этой книге отражена вся жизнь, история, быть, культура нашего исчезающего малочисленного коренного народа Крыма. Я думаю, что тем более при присоединении к России больше россиян, больше людей в России узнает о нашем народе. По словам представителя культурно-просветительского общества крымчаков «Крымчахлар» Максима Волкова, историко-этнографический очерк «Крымчаки» уже стал раритетом. В нем содержатся уникальные фольклорные и исторические материалы, накопленные за 140 лет активного исследования крымчаков. Всю жизнь он продолжал дело своих отцов, своих просветителей и систематизировал все эти знания, все эти источники, вот свои монографии «Крымчаки». Цель вообще стояла на протяжении очень многого времени, на протяжении века. Собиралось очень много материалов, но ни у кого времени не было их просто систематизировать. Он участвовал в археологических экспедициях, чтобы тоже собрать такой класс хороший, интересный и систематизировал все это в своей книге. Сегодня крымчаков на полуострове осталось очень мало. Гитлеровская оккупация положила конец развитию их общины в Крыму. По последней переписи населения их численность составляет всего лишь 228 человек, а их родной язык находится под угрозой исчезновения. Но представители этого народа изо всех сил стараются сохранять и продолжать традиции своих предков. В разных городах Крыма они проводят Дни крымчакской культуры и собираются вместе в праздничные и памятные дни. Яркие номера, веселые танцевальные постановки и проникновенные стихотворения. Так в селе Кольчугина прошел интеллектуальный конкурс «Сила знаний», приуроченный ко дню родного языка. Всего в игре сразились четыре команды. Каждая представляла свою школу. Игра состояла из пяти раундов. В тестовом формате ребята должны были ответить на вопросы в области грамматики и литературы крымско-татарского языка. После каждого этапа выбывает участник, набравший меньше всех баллов. В финал удалось выйти двум школьницам. Мавилия Акиевой, ученицы 11 класса, благодаря знаниям и смекалке удалось обойти соперников. Я очень долго готовилась к этому конкурсу, прочитала много книг на крымско-татарском языке. Но самое главное, что все члены моей семьи с большой гордостью разговаривают на родном языке. Это мы и стараемся привить каждому представителю крымско-татарского народа. Наш язык очень красивый и звучный. Говоря на нем, мы его развиваем и сохраняем. Знания, эрудиция и быстрота принятия решения помогли Эльнаре Якубовой стать лучшим знатоком крымско-татарского языка. Она достойно представила национальную школу «Села Урожайное». Очень много тренировались, долго. И, наверное, поэтому, сложив все знания, сегодня получилось выиграть. Язык – это твой народ, кому ты принадлежишь. Я думаю, вот недавно проходили разные мероприятия тоже по освещению народному языку. И там много языков приходит к исчезновению. И не зная свой язык, народ может исчезнуть. Это будет, я думаю, не очень хорошо как-то, и его нужно учить обязательно. Викторина «Сила знаний» в Симферопольском районе проходит впервые. По словам инициаторов, цель конкурса – раскрыть творческий потенциал и привить интерес к родному языку. Чтобы стимулировать детей к изучению родного языка еще больше, нашей команде в голову пришла такая идея. Мы решили, а почему бы не сделать самый умный, грубо говоря, в крымско-татарском формате. В формате соревнований ребенок пытается совершенствоваться, а совершенствуется он в изучении родного языка, в познании родной культуры, родной литературы. Это не может не радовать. На следующий год мы постараемся сделать данное мероприятие еще более масштабным и пригласить всех желающих. Остались довольны результатами конкурса не только победители, но и все участники. Их умение владеть родным языком было вознаграждено призами и грамотами. Во-первых, престиж языка возрастает однозначно. Вы видели, как светились глазки у ребят, всем очень интересно. Такие конкурсы, они, во-первых, объединяют детей. Дети познакомились друг с другом, показали свои знания. Но я так думаю, что это первый шаг к тому, чтобы еще лучше изучать свой язык. И появилось, наверное, желание у каждого почитать какую-то дополнительную литературу. Потому что вопросы были очень интересны. Сегодня на полуострове функционирует 15 крымско-татарских национальных школ. В других же общеобразовательных учебных заведениях в 29 классах обучают на крымско-татарском языке. Так мы знаем, в Конституции Республики Крым записано три государственных языка. Русский, украинский и крымско-татарский. В Симфероповском районе, в учреждениях управления культурой особое значение мы уделяем именно возможности обучения на родном языке, изучения родных языков. У нас функционируют классы с двумя языками обучения. Открываются в детских садах группы с двумя языками обучения, билигвальную группу. Таких у нас за последние три года открылось около 18 групп. Знание родного языка от желания самих детей, от желания родителей. А все, что для этого необходимо, сегодня со стороны государства, со стороны управления образованием, Министерства образования, на сегодняшний день делается. Игровая форма и веселая атмосфера конкурса способствовала созданию веселого праздничного настроения. Ученый с мировым именем, человек-легенда Гирей Баиров. Вот уже 20 лет, как его не стало, но великий хирург продолжает жить в своих трудах. Он создал Ленинградскую школу детской хирургии, известную как школа профессора Баирова. Он автор около 400 научных публикаций, 20 монографий. О нем сняты документальные фильмы, написаны десятки очерков и статей. В наши дни увидела свет еще одно издание о известном медике. Журналист и писатель Эльмаз Велиева выпустила книгу «Земной путь доктора Баирова», презентация которой состоялась в библиотеке Исмаила Гаспринского. У меня были самые первые впечатления, это впечатления из детства, когда мой отец, писатель Аблизис Велиев, рассказывал о своих личных встречах с Гиреем Алиевичем Баировым в процессе того, как он писал о нем очерк и целый ряд статей. Я не преследовала цель написать какой-то научный труд, потому что, конечно, я не ученый, я не медик. Об этом, конечно же, пишут и еще много будут писать его ученики, его коллеги. Я попыталась создать портрет этого человека, попыталась всесторонне раскрыть его жизнь, его деятельность и как великого ученого, и как хирурга талантливого, который был хирург от Бога, и как замечательного человека, и действительно патриота своей родины, потому что Гирея Алиевич Баиров родился в Крыму, у него крымско-татарские корни. Как рассказывают его ученики, он никогда об этом не забывал. И он всегда с гордостью говорил, что я крымский татарин. Работу над книгой Эльмаз начала в 2016 году. Для сбора информации она ездила в Санкт-Петербург и в Москву. Общалась с его семьей, коллегами и учениками. Сведения предоставили и родственники Гирея Баирова. То, что у нас было, я и предоставил. Родословную фотографию. Мой дед Усман Баиров, двоюродный брат Гирея Алиевича. Они оба родились в Алуште. И мой непосредственный родственник. Меня тоже назвали в честь этого хирурга. Очень рад, что такая книга появилась. Потихоньку имя Гирея Алиевича становится известным в Крыму. Я думаю, это большая заслуга всех нас. Баиров разработал новые операции для лечения различных пороков развития у детей. В настоящее время есть операции, которые носят его имя. Он же автор операции по поводу болезни Гиршпрунга. Это называется операция Дюамеля Баирова. Там оперируют две команды. Одна команда на брюшной полости, другая команда в области промежности. И мы с Гирея Алиевичем работали на брюшной полости. Когда дошло дело до резекции кишечника, вот с этого момента он дал мне это делать. Он говорит, продолжай. И я это продолжил. А сам он перешел на промежности. Я вот заканчивал на брюшной полости, он заканчивал на промежности. То есть таких моментов было очень много. Поэтому я впоследствии, когда уже работал за отделением детской хирургии в Ташкенте, в республиканской клинике, я сделал таких операций более шести Дюамеля Баирова. И все с благополучным исходом. Так что я горжусь своим учителем. Сегодня ученые, медики, творческая интеллигенция и общественность не устают говорить о выдающемся хирурге. Врач-онколог Шевхи Бекиров учился по учебникам Баирова. Рассказывает, врач, который просчитает работы Гирея Алиевича, может смело прооперировать больного. Его справочник по детской хирургии, там вся операция детской хирургии написана, хорошо, доступна. И изучая эти справочники, можно всегда оперировать, если ты умеешь что-то делать в хирургии. Врожденную патологию, из патологии больные дети, все по его методике оперируются и по сей день. В честь Баирова установлена скульптура в Санкт-Петербурге. Названы улицы в Порт-Энити и сквер в родной Алуште. В прошлом году сбылась, можно сказать, наша мечта и сквер по центральной улице города Алуште был назван именем нашего выдающегося земляка. Автор книги Эльмас Вилеева высказала идею о том, что Гирей Баиров достоин того, чтобы одна из малых планет была названа его именем. Далее в программе. Мандолина, дудук, цитра. Каким народом принадлежат эти музыкальные инструменты? Мы встретим в чешском доме, мы встретим в эстонском доме, мы встретим в немецком доме. Цырани Карис. Команда неравнодушных к армянской истории и культуре. Когда горит два человека, это одно. Когда это пламя распространяется на остальных, вот это уже результат. Туристический маршрут по греческим достопримечательностям Крыма. Если вы любите греческую историю и культуру так же сильно, как и я, то этот сюжет для вас. Музыка – это язык, который понимают все люди земного шара. У каждого народа есть свои музыкальные инструменты, национальные танцы, народные песни. Своя музыкальная культура. Понтийская лира, немецкая физгармония, украинская бандура и армянский дудук. Эти и многие другие музыкальные инструменты народов Крыма находятся в коллекции Крымского этнографического музея. С 1994 года начала складываться музыкальная коллекция. На сегодняшний день более 50 предметов рассказывают о традиционной культуре и музыкальном быте крымчан. Это как межнациональные инструменты, распространенные у разных этносов, такие как тар, кемянча, зурна, так и самобытные, принадлежащие лишь одному народу. Например, дудук – один из самых древних музыкальных инструментов армян. Сегодня он занесен в список предметов нематериального искусства, охраняемых ЮНЕСКО. Такой музыкальный инструмент изготавливается из абрикосового дерева, в переводе с армянского дословно означает «душа армянского дерева». Действительно, дудук как нельзя лучше раскрывает душу армянского музыканта и армянского мастера, потому что мужчины, в общем-то, изготавливают и сами же играют на таком музыкальном инструменте. Почему так сложилось? Женщинам тяжело бы было тянуть низкие бурдонные звуки, которые тянет дудукист. Среди европейских музыкальных инструментов в коллекции музея представлена итальянская восьмиструнная неаполитанская мандолина, выполненная из ценной породы дерева. Этот инструмент был подарен заведующей этнографическим музеем Григорьевой Любовью Ивановной. Те народы, которые проживают близко друг к другу, могут перенимать традиции. И семиструнная гитара, которая в данном случае относится к середине XX века, она московская. В среде музыкальной, в итальянском доме могла звучать. То есть она пришла на смену мандолине. Когда, в общем-то, появилась гитара семиструнная, она вытесняет не только мандолину, она вытесняет в том числе и русскую балалайку. Балалайка, или как ее еще называли, балабайка, считается символом русской народной культуры. Название инструмента типично народное, передающее характер игры на нем и суть самого инструмента. Легкого, забавного, бренчливого и не очень серьезного. Наряду с балалайкой важным элементом русской культуры является гармонь. Ни один праздник не обходится без игры на этих инструментах. На территории Крымского полуострова, если мы будем с вами даже просматривать фотографии, ездить во время экспедиции и смотреть, что же осталось в домах крымских жителей, гармонь в большинстве своей мы даже не встретим не всегда в русском доме. А мы встретим в чешском доме, мы встретим в эстонском доме, мы встретим в немецком доме. То есть действительно, такой музыкальный инструмент, он, правда, был одним из самых любимых. В нашей экспозиции представлен нам севастопольский баян, также кустарного производства. Здесь непосредственно есть символы города Севастополя, памятник, якорь. И это работа мастера, к сожалению, мы не знаем, это его имя, но, скорее всего, имя Ян. Поляк по происхождению в Севастополе он служил военизированной пожарной охране. И в том числе, одно из занятий его было, это изготовление и ремонт баянов. А вот в немецких домах в 18 веке можно было услышать игру на физгармонии и старинном инструменте цитре. В России она появилась во второй половине 19 века. Но интерес к австронемецкому инструменту сошел на нет после Первой мировой войны. Концерты закончились, и цитра стала военным трофеем. Такой музыкальный инструмент, мы можем с вами вести его родство с арфой, с лютней. То есть вот такие музыкальные инструменты, которые считаются родственными цитре. Но, тем не менее, похожий музыкальный инструмент мы встречаем и в эстонских домах также. Хотя эстонцы утверждают, что цитра как музыкальный инструмент можно считать национальным и эстонским в том числе. Мы не будем спорить, потому что действительно в музыкальных ансамблях цитра используется и в немецких, и в эстонских. Хотя для эстонцев, например, характерно, конечно же, больше использование духовых музыкальных инструментов. Это различные волторны, трубы, огромные, большие, медные. А этот музыкальный инструмент относится к еврейской культуре. Шафар – духовой инструмент 20 века. Изготовленный из бараньего рога. Символизирует сокрушенное сердце. Это ритуальный музыкальный инструмент, который является одним из древнейших музыкальных инструментов. Относится он к типу ашкенадских музыкальных инструментов. Сифардские бараньи рога, они более витые, и звук получается достаточно громкий и резкий. Здесь же на таком музыкальном инструменте, как шафар, выполнен из бараньего рога. То есть ни в коем случае по предписанию Торы не изготавливает мастер такой музыкальный инструмент из рогов быка либо коровы. То есть это может быть любой другой парнокопытный, но только не корова. Это запрещено. Такой музыкальный инструмент можно будет услышать на богослужении на еврейский Новый год, Рош Хашана, либо на Йом-Кипур, это судный день, либо день искупления. Неотъемлемой частью культуры любого этноса является фольклор. А изучая традиционные национальные музыкальные инструменты, мы не только знакомимся с народным творчеством, но и лучше узнаем особенности быта и жизни многонационального крымского полуострова. Молодые и перспективные, неравнодушные к армянской истории и культуре, Татевик и Кристина – основатели Союза творческих армян Крыма. Когда-то они решили, что сплотят всех креативных, талантливых, активных людей, разных и уникальных по-своему, однако имеющих творческое начало. Как оказалось, это у них получается. У нас идеи зародились как-то параллельно с Татевик. И решили создать что-то свое, помочь творческой армянской молодежи. И придумали такой союз творческих армян Крыма. Талантов много среди армян наших, крымских. И мне стало интересно, я стала о них узнавать. Мне были интересны самые такие видные культурные деятели наши. И постепенно я стала знакомиться, откладывать их для себя. Как-то мне хотелось с ними что-то совместное сделать. Потому что я люблю совместные проекты разной направленности, собрать все воедино. Это очень интересно. И потом получилось так, что возникла эта совместная идея с Кристиной. Как-то в один момент лампочка зажглась. И мы поняли, что мы на правильном пути. Потому что когда одна и та же идея возникает у людей вдвоих, в одной голове, у двоих людей в голове, то это знак. Подумали, что это знак и решили действовать. С тех пор девушки творят и созидают во благо армянской диаспоры Крыма. Ведь основная идея их молодой организации – посадить, взрастить и показать плоды развития. Союз так и назвали – Тиранико Рис, что означает «абрикосовая косточка». Абрикос является символом Армении, естественно, одним из символов Армении. Из него делают дудук. Почему именно Куриис? Ведь все имеет свое семя, из чего-то зарождается. Вот мы именно та косточка, которая, надеюсь, даст большие плоды в будущем, как абрикосовое дерево. Цель нашей организации – нести армянскую культуру в массу, показать, что мы есть, что нас много, какие-то свои праздники показывать людям, привлекать людей не армян к сотрудничеству. В принципе, для этого. Помогать молодежи, которая талантливая молодежь, которая хочет себя реализовывать, и которой нужен толчок, нужна финансовая помощь. Мне, в принципе, вообще интересны разные эксперименты. Я думаю, цероникориста – такой эксперимент, донести национальную идентичность к культуру через призму современного искусства. Потому что современное искусство развивается, а мы имеем, помимо современного чего-то видения, еще укоренелые наши взгляды национальные. И вот в совокупности друг с другом на выходе может получиться очень хороший продукт, на самом деле. Несмотря на то, что Союз творческих армян Крыма «Тираникорист» – совсем молодая организация, тем не менее ребята уже провели немало социально значимых мероприятий. Один из своих ярких проектов приурочили к самой животрепещущей теме для каждого армянина – геноциду армян в Османской империи. Снимали мы на поэму известного армянского поэта «Неумолкаемая колокольня» она называется. И задумка была такова, что каждый читал по строчке из этой поэмы. Мы даже нашли актера, который афроамериканец, он проживает в Крыму, и он настолько гармонично и колоритно вписался в наше видео, и тем самым мы хотели показать, что с нами не только крымские армяне и армяне, в принципе, с нами люди другой национальности, которые разделяют эту боль. Мы привлекли известных общественных деятелей и творческую интеллигенцию нашу, крымскую. Там сабля, меч, огонь, А тут лопата, серп, коса да кнут, Скитание горемыку ждут, Опустошён наш край опять, Отчизны милые, Не узнать, Ты в чёрное оденься, Мать! Как нация тревнейших рот, Вот-вот умрёт, Вот-вот умрёт. Весна, весна, А снег идёт. И проект был очень успешный. Мы сняли качественное видео, которое показали пять телеканалов Армении, В том числе Первый Крымский тоже показывал, И остальные крымские телеканалы известные поддержали нас. Это было очень ценно, Когда вот результат работы своей смотришь, Что вот, Так выдыхаешь и думаешь, Вот, ты ловишь эту волну, Что вот ради того, Ради всего, что ты сделал, Это стоило делать, И стоит делать дальше. Пока девушки полны решимости и новых идей, Твёрдо идут к намеченной цели И планируют развивать несколько направлений. Музыкальная, литературная, живопись, Народно-прикладное творчество И даже индустрию красоты. А союз творческих армян Крыма Тиранико Рис в будущем видят вполне успешным. Я вижу это каким-то культурным центром Со своим отдельным, может быть, помещением, Со своей жизнью, С большим количеством сфер, Которые мы можем охватить. С людьми, которые горят тем, Что они делают внутри. Потому что это очень важно. Когда горит два человека, Это одно. Когда это пламя распространяется на остальных, Вот это уже результат. Вот. Мне, конечно, хочется, Чтобы это было пространство Невероятной душевности и тепла, Куда бы стекались. И которое бы из себя, В том числе, давало плоды, имена. Чтобы, возможно, в дальнейшем Заниматься не только творчеством, А помогать, в принципе, людям, Проводить какие-то благотворительные мероприятия, Оказывать правовую поддержку гражданам, Армянскому населению в Крыму. Почему нет? Это было бы замечательно. Мне кажется, Это такое хорошее расширение. Есть куда развиваться дальше. Общеизвестно, что в Крыму живут представители Почти двухсот национальностей. Среди них не только русские и украинцы, Но и крымские татары, Потомки греков, итальянцев, Болгар и многих-многих других. Одним из многочисленных народов, Проживающих на полуострове, Являются армяне. Что мы знаем об этом народе? Вот несколько интересных фактов. По результатам переписи населения 2014 года В Крыму проживает чуть более 11 тысяч армян. А по неподтвержденным данным, Полуостров населяют свыше 25 тысяч представителей этой национальности. Армяне – одна из самых древнейших наций. История этого народа насчитывает несколько тысячелетий. Когда-то имевшее великое государство, Сегодня они сумели удержать лишь маленькую территорию своей империи. Будучи долгое время под турецким и персидским игом, Смогли все же сохранить не только свою религию и культуру, Но и язык. Армянская диаспора более чем в два раза превышает население самой Армении. Число армян, проживающих в других государствах, Насчитывает порядка 7-8 миллионов человек. В то время как население самой Армении Примерно в два раза меньше – около 3 миллионов. Рассеиванию армянского народа по всему миру способствовали горестные события, Которыми изобилует история страны. Одно из самых массовых переселений произошло во время геноцида армян 1915 года. Подавляющее большинство армян – христиане. Армяне первыми приняли христианство в качестве государственной религии еще в 301 году. У армян порядка 50 диалектов. При этом существуют западноармянский и восточноармянский языки, На которых говорят подавляющее большинство представителей этой нации. В современной Армении используют восточноармянский вариант. Если вы общались с армянами, то, несомненно, успели заметить, Что этим людям присуще яркое чувство юмора. Они могут поднять вам настроение за несколько минут, Рассказать огромное количество забавных историй и анекдотов. Невозможно не отметить тот факт, что в мире очень много известных армян-юмористов, В частности, любимые многими Евгений Петросян, Гарик Мартиросян и Михаил Галустян. Армянские фамилии обычно заканчиваются на ян или янц, Что означает принадлежность, в данном случае, к роду. В современном армянском языке суффикс ян используется для образования прилагательных, Например, московян. Московский или америкян – американский. Так, фамилия Григорян означает принадлежность к роду Григора. Помимо ян и янц, армянские фамилии также могут иметь окончание уни и унц, Например, аматуни или шалунц. Такие фамилии являются редкими и уходят корнями в глубокую древность. А некоторые армяне носят фамилии с окончанием ов. Так называемый русифицированный вариант они получили после присоединения за Кавказе к Российской империи. В Великой Отечественной войне приняло участие более 500 тысяч армян. Из них 300 тысяч были из Армении, остальные – из других советских республик. По некоторым данным, известно, что с войны не вернулось около 200 тысяч армянских солдат. В годы войны 106 этнических армян удостоились звания Героя Советского Союза. Некоторые из них получили звание Героя России посмертно уже при президенте Борисе Ельцине. Очень часто армяне вместо традиционного «спасибо» говорят «мерси». Может, просто лень каждый раз произносить длинное армянское слово «шноргакалутсюн». Если вы любите греческую историю и культуру так же сильно, как и я, то этот сюжет для вас. Мы специально подготовили небольшой туристический маршрут по самым значимым греческим местам. Полуострова Историю греков в Крыму длиною в 26 веков достаточно сложно вместить в один туристический маршрут. Каждый регион известен своими уникальными памятниками, но мы все же попробуем. Наш маршрут будет многодневным и рассчитан на туристов, приезжающих в Крым на машине. Первой точкой мы обозначаем Керчь. Далее по кольцу – Феодосия, Чернополье, Симферополь, Бокчисарай, Севастополь, Балаклава, Ялта, Алушта, Судак, Старый Крым и обратно возвращаемся в Керчь. Керчь – самый древний город России. Именно здесь располагается первый греческий полюс, основанный в конце VII века до н.э. Пантикопей. В пору расцвета он занимал около ста гектаров земли. Его акрополь сегодня располагается на горе, которая названа в честь известного царя Митридата. Если спуститься на площадь по Митридатской лестнице, с легкостью можно найти самый известный действующий византийский храм Иоанна Предтечи, который был основан в VIII веке. Здесь же, на склоне горы Митридат, мы можем побывать в стенах церкви, возведенной греками в честь Александрийского архиепископа Афанасия Великого. Среди значимых памятников античной архитектуры в Керчи находится и царский курган – усыпальница одного из правителей династии Спартакидов. Феодосия славится не только своим сохранившимся греческим названием, который переводится как «Богом данное». На территории генуэзской крепости Кафа располагается греческая церковь святого Дмитрия Солунского. Это единственный средневековый храм в городе, где на стенах сохранились фрагменты древней фресковой живописи. Церковь во имя введения во храм Пресвятой Богородицы, находящийся на Красноармейской улице. Это еще один храм, которым владели представители греческой общины. Чернополье, в прошлом Карачоль – это самая известная греческая деревня в Крыму. Основана она была выходцами из Фракии. Их потомки до сих пор бережно хранят свои традиции и язык. На территории поселения можно увидеть церковь во имя святых Константина и Елены, попить воды из святого источника Кринички и узнать подробнее об истории Карачоля и его жителях в стенах культурно-этнографического центра. А если вы хотите насладиться фольклором и традиционными угощениями греков полуострова, то вам следует приехать в Чернополье 3 июня на ежегодный храмовый греческий праздник Панаир. В самом сердце столицы Крыма располагается Свято-Троицкий монастырь. В прошлом здесь находилась церковь, построенная греками. Рядом с монастырем сохранились и греческие торговые ряды. А ниже памятника императрице Екатерини есть еще одно значимое для всех жителей Симферополя место, а точнее источник. Облагорожен он был стараниями грека и назван в честь него – фонтан Савополо. Бахчисарай славится огромным количеством пещерных городов и греческих поселений. Мы же рекомендуем посетить два самых интересных объекта – греческое княжество Феодорона Мангупи и село Лаки. Сама деревня не сохранилась, она была уничтожена фашистами за помощь партизанам в годы Великой Отечественной войны. Но сегодня там функционирует мужской монастырь и восстановлен греками прекрасный белый храм во имя Святого Луки. Главной греческой достопримечательностью Севастополя является Херсонес Таврический – античный полис Северного Причерноморья, жизнь в котором не прекращалась до конца XIV века. На его территории располагается единственный в Крыму античный театр, где сегодня летними вечерами можно посмотреть тематический спектакль. Для гостей Севастополя государственный историко-археологический музей-заповедник – это любимое место не только культурного отдыха, но и паломничества. Именно здесь князя Владимира крестили греческие священнослужители, и отсюда на Русь пришло православие. На историческом бульваре города Героя в 2016 году был торжественно открыт памятник греческому легиону императора Николая I, героически воевавшему в составе русской армии во время Крымской войны. О доблести и мужестве греков, сражавшихся на стороне России, написано много. Особо прославился балаклавский греческий батальон и его командир Стефан Стамати. Похоронен герой обороны Севастополя недалеко от балаклавы, в греческом селе Карань. Там же сохранилась и церковь в честь святых Константина и Елены. Вдоль трассы Севастополь-Ялта располагается достаточно много бывших поселений, где жили греки. Сохранились и некоторые топонимы, к примеру, бухта Ласпи или мыс Айтадор. В самой Ялте можно погулять на территории греческого поселения Верхняя Аутка и побывать в стенах храма святого Федора Тирона. Непременно следует погулять и в прекрасной Левадии. У удивительной красоты поселения не менее интересная история. В XVIII веке здесь находилось небольшое греческое поселение Айян. После присоединения Крыма к России в Левадию переехали греки-переселенцы. Овладел этой территорией в начале XIX века командир Балаклавского греческого батальона полковник Феодосий Ревелиотти. Мало кто знает, но известное курортное поселение близ Судака, Солнечная долина, тоже греческое. Называлось оно Козы. Сохранился и памятник архитектуры X столетия, храм святого Ильи. В Старом Крыму также есть руины греческого храма Иоанна Предтечи и один из самых известных целебных источников, посвященный святому Пантелеймону. И это далеко не все, что может привлечь внимание ценителей греческой истории и культуры. Крымский полуостров – это настоящая находка для тех, кто любит путешествовать. А наша программа «Однокрым» раскрывает секреты, как любой отдых обогатить колоритными впечатлениями. Этот народ находится на 23-м месте по численности населения Крымского полуострова. Сегодня в рубрике «Факты» мы рассмотрим интересную информацию о жизни и культуре марийцев. Этноним «Мари» имеет исходное из иранского языка значение «человек, муж, мужчина». До революции марийцев называли «черемисами» – «человек из болотистых лесов». Этот народ – Волго-Уральского региона. Предки марийской народности начали освоение современной Волговятской территории в начале первого тысячелетия Новой Эры. Марийцы принадлежат к числу народов, которые никогда не имели своего государства. Подразделяются они на три этнографические группы – луговые, горные и восточные. Марийский язык относится к финно-угорской группе уральской языковой семьи, а письменность народа «Мари» основывается на русском алфавите. Общая численность марийцев, проживающих на территории Российской Федерации, по данным за 2010 год, составляет более 574 тысяч человек. Из них 50% – жители республики Марий-Эл. Основная религия народа «Мари» – православие. При этом марийцев называют последними язычниками Европы. Около 6% населения являются приверженцами марийской веры – марловера, в которой сочетаются христианство и традиционные верования. Помимо основных национальных музыкальных инструментов, у народа «Мари» существует традиция играть на зеленом листе дерева. Визитная карточка в традиционной кухне марийцев – слоеные блины, отварные пирожки и суп с клетками. В Крыму массово представители народа «Мари» поселились во времена Екатерины Великой. За преданную службу Российской империи лучшим воинам императрица пожаловала земельные наделы. Численность марийцев на Крымском полуострове, согласно исследованиям 2014 года, составляет 801 человек. Функционирует одна общественная организация народа «Мари» – Севастопольское национально-культурное общество «Элнет». Одними из самых известных марийцев России являются актер Олег Токтаров, сыгравший в фильмах «Ви» и «Хищники». Во всем мире его знают как русского медведя – победителя жестоких боев без правил. Вячеслав Быков – советский и российский хоккеист и тренер. Пятикратный чемпион мира и двукратный олимпийский чемпион в составе сборных СССР, СНГ и России. Заслуженный тренер России, бывший главный тренер сборной России по хоккею. А также Серик Сапеев – боксер-любитель, чемпион мира 2005 и 2007 годов, олимпийский чемпион 2012 года, заслуженный мастер спорта Республики Казахстан. В культуре марийцев достаточно много интересных особенностей, с которыми мы непременно будем продолжать знакомиться. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова